Он не провалился, он не провалился, вон тот, у него по самые окна, а вот теперь вот этот вот тоже, видите, ну это все видят, реставраторы знают, архитекторы знают, те, кто убивает эти дома, то есть эти наши гробостроители, градостроители и благоустройщики, которые занимаются вот этим всем, они тоже это знают. Я про то, что ну хотя бы вот, хотя бы должен быть вот такой вот приямок так называемый, здесь вот земля, а тротуар с асфальтом кладется там, каждый раз, когда кладут асфальт, то поднимают уровень земли на 10-15 сантиметров, да, таким образом вот этот дом, вот эта дверь, вот здесь вот был вход, вот здесь был вход, это было крыльцо, Вот этот дом сейчас находится на уровне, ну наверное опущен, так сказать, метра на два, можете представить? То есть люди, когда ходили, то у них головы были на уровне вот ставень, вот минус-минус полтора метра, так хотя бы вот так. Вообще культурный слой в городах растет, говорят, что 1 метр 100 лет. Ну сейчас при активном асфальтировании и убийстве, значит, старых домов, то наверное и быстрее. Вот я о чем. Так вот те подлецы, которые якобы делают устройство и кладут асфальт, мы это видим во всеместо, кладут асфальт, да, они убивают дом. Сейчас первое, что нужно сделать, чтобы спасти этот дом, я не делаю это открытие, все это знают, и те, кто убивает эти дома специально, сознательно, они тоже это знают, и они это делают почти сознательно. Вот так вот врывать, вкапывать дом в асфальт, вот, по уши, так сказать, по глаза, по окна. Уже, кстати говоря, уже выше некуда. Вот когда в следующий раз они придут сюда снова асфальт класть, а у нас его кладут, как известно, почти каждый год, вот, то им уже придется по стеклу проходиться. У них, наверное, наглости не хватит. А надо вот сегодня, прямо сейчас прислать сюда тех самых людей, которые клали асфальт, и их начальство, и заставить его вручную, вот это вот полметра хотя бы, метр от этого дома, вскрыть асфальт и сделать приямок. Дом должен, низ его должен дышать. Сейчас что происходит? Сейчас вся вода, все, что сейчас под этим асфальтом, а ниже под асфальтом, это почти полэтажа. Вот пол этого дома, можете же видеть, да, он там на полтора метра ниже. И люди живут там в сырости. А потом, а потом эти вот благоустройщики, которые убивают вот так эти дома, говорят, там жить невозможно, там жить невозможно. Сначала вы сделали им жизнь невозможной, а теперь говорите им жить невозможно. Вот то же самое, посмотрите. Этот дом надо спасать, этим надо заниматься, на это надо отводить время и деньги. Если вы говорите о спасении, чудесный дом, чудеснейший вот этот домик старинный, ой-ой-ой, он пропадает. Он вот прямо у нас на глазах пропадает. Сейчас первое, что нужно сделать, я не знаю, кто этим занимается. Наверное, это те, кто занимается кварталами, относятся это к вашему видению или нет. Вы первое, что должны сделать, вы прислать должны сюда двух человек с отбойным молотком, вскрыть вот этот асфальт и сделать приямок. Освободить у этого дома низ. Он хотя бы перестанет гнить. Он хотя бы перестанет гнить. И так надо сделать с каждым домом. Эти работы, собственно, они не такие сложные. Вот вход. Это разве похоже на вход? Сюда уже не войдешь. А ведь этот дом был достойный. Вот вы его поднимите мысленно на полтора-два метра. Он был достойный, он был красивый. Сейчас люди ходят, они в голову на уровне верха окна. А это ненормально. Потому что, ну, я уже объяснил, этот тротуар относительно того времени поднят на полтора метра. На полтора метра вырос... Культурный слой вырос на полтора метра. Но это не культурный слой. Это хорошее название для сегодняшней прогулки. Бескультурный слой. И этот бескультурный слой рукодельный. Его делают те, кто якобы занимается якобы благоустройством. На самом деле, каждый раз, когда они кладут асфальт в подобных местах, в старом городе, вот таким вот варварским способом, они убивают старый город. Это делают сегодняшние люди. У них есть фамилии. Есть, в конце концов, надзорные органы архитектурные. Есть тот самый знаменитый наш градостроительный комитет, который так или иначе должен этим заниматься. И, наверное, главный архитектор города. А тут вот они, конечно, для торгового помещения сделали все возможное. Хотя, наверное, тоже можно было бы и приемки сделать, и все. Но каменные дома не так легко поддаются уничтожению нашими варварами. Слава богу. И еще как-то ценятся. А деревянные наплевать им. Людям, у которых отсутствует эстетика и историческое чувство, генетическая принадлежность вот к этому месту, им на это все наплевать. Это делают враги города. Это делают враги города. Вот закапывать дома с помощью асфальта по самые уши, по самые не могу, по самые не хочу, да, это делают враги города. Привет, враги города. У вас есть фамилия? Я, к сожалению, не знаю и знать не хочу. Но люди должны это знать. У кого-то есть эти списки, у кого-то есть эти подписанные вами сметы, наряды на выполнение работ. Есть, наверное, этот самый главный архитектурный наш комитет, который занимается архитектурой города. И уж коль вы главный архитектор в историческом городе, вы извольте, пожалуйста, заниматься помимо нового строительства, этих новостроек, вы извольте заниматься старым Иркутском. То есть, ну вот, это же наше богатство. Это и есть Иркутск. Все, привет. Седьмое. День купалы. Пошли купаться. Седьмое июля 2019 года. Ищем позитив. А позитив вот у нас, наши красивые девушки. Да, девушки. Скажите что-нибудь хорошее. Привет, старый город. Привет, молодой поколение. Старый город.